Что у нас было до сих пор? Почему таможня работала так плохо? Таможни, таможненники, конечно, имели свою долю ответственности, имеют, но больше всего все, кому не лень, сюда лезли, вот на этот порт, на этой таможне, в эти контейнеры запускали свои руки. И как это все высказывалось, все выявлялось? Целая коррупционная вертикаль и горизонталь. То есть люди какие-то, кому не лень, у них есть корпорация штамповки ориентировок. Как это все начинается? Какой-нибудь следователь по особо важным делам, МВД, или какой-нибудь СБУшник, или какой-нибудь депутат штампует вот такие письма и пишет. По нашему и по нашей информации вот такая-то, такая-то компания привозит контрабанду. Поэтому давайте сейчас вы будете их останавливать и проверять. То есть если ты хочешь конкурента устранить, ты шел в МВД, или в СБУ, или в налоговую, или в Верховную Раду, потом они присылают письма. Вот по-нашему тут есть контрабанда. Вот у этих фирм, и длинный список фирм, кого нужно устранить с рынка, конкурентам. Или Верховная Рада посылает такое же письмо. Депутаты. По нашей информации у нас есть, значит, информация, что такая-то, такая-то возит контрабанду. Вот. Народный депутат Украины посылает. Начальнику главного управления державной фискальной службы депутатское звернание. И говорит, вот такая-то, такие-то, такие фирмы, по-нашему, значит, государство теряет доходы, и останавливает. Никто никогда после этого доходы для государства не получал. Доход. Значит, депутатский помощник депутата бербал за это от 300 до 1000 долларов, просто чтобы написать. Все уже было готово, тут все было договорено. Груз остановился на неделю, на две недели, пока он не портился, пока, или пока он не договаривался. Владелец грузов. Вот так работает до сих пор система. Это большая коррупционная вещь, которая до сих пор действует. Вот эти все звернания, эти все ориентировки, эти все задерживания грузов, полный беспредел. До сих пор вот все эти. Я с полной ответственностью говорю, что за каждой такой бумагой от депутатов, от государственных органов, от наших служб, от этих следователей, почти за каждой этой бумагой стоит коррупция, беспредел и попытка уничтожить бизнес. Так жить дальше нельзя. Мы этому положим конец. Я с полной ответственностью заявляю, что коррупционные обращения засевших госорганы, чиновников, засевших там у каких-то депутатов отдельных или во фракциях коррупционеров, таможни на территории Одессы приниматься во внимание больше не будут. Вот. А сейчас мы будем работать иначе. Мы будем работать так, как должны работать ответственные государственные органы. Мы подпишем сейчас договор и только если есть уголовное дело конкретное, есть конкретный фигурант и не какой-то там следователь, которому дали на лапу что-то, а вот руководитель ответственных служб прозрачно по своему решению. Я говорил, кстати, с директором, руководителем СБУ сейчас Грицако, он тоже поддерживает эту идею. Подпишут, и мы будем только ответственно, крайне редко, и так, чтобы все понимали, что происходит. Не так, как вот это. Чушь. Все понимали, как это происходит. Уголовное дело под личную ответственность главы местной службы или заместителя главы, который есть, и материальная, должностная ответственность. Руководитель таможья всех них, и бизнес заработает. Беспредел закончится. Вот эта ерунда закончится. Это все мы должны на мусор, на эту свалку выбрасывать, чтобы в Украине больше этого никогда не было. Вот так ехать. Поэтому я хочу... Я приветствую то, что Юля уже сделал. То, что инвойсы, европейские, по европейским инвойсам сейчас идет расторможка. Потому что тут сидел какой-то человек и говорил, что я считаю, что это не так стоит, чтобы тебе в Германии написали. А вот я так считаю. А не хочешь договариваться? Или там мы решили, что... Сто процентов, конечно, шли на экспертизу. Это чушь какая-то. Собачья. Поэтому мы должны... Эти все шаги уже сделаны. Сейчас следующий шаг. Устранить систему коррупционную вот этих ориентировок. Я уверен, что в результате всех этих шагов государство, бюджет, пойдут поступления. Раньше они шли в карманы вот этих людей, которые эту всю ерунду писали. Я очень благодарен нашим СУЗам. У нас сейчас очень хорошее сотрудничество и с ДФС, в целом, внутри ДФС. И с милицией, естественно, с СБУ и с пограничниками. И я думаю, что мы это только в начало очень плодотворного. Сотрудничаем на благо людей, бизнеса, экономики Одессины и Украины в целом. Спасибо. Прошу. Спасибо. 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 Спасибо.